Огромная честь сегодня делиться Словом Божьим на втором потоке, видеть всех вас. Это такое морозное февральское утро. И прежде чем мы перейдем к Слову Божьему, хочу сделать важное объявление. В эту субботу, 13 февраля, в 11.00 в храме пройдет школа Евангелист. Это будет практическое учение, как делиться благой вестью, как проповедовать Евангелие для неверующих людей в это время. Поэтому мы приглашаем всех, кто несет служение Евангелистов в домашних церквях, или вы просто любите евангелизировать, хотите научиться, обновиться. Приглашаем всех желающих в субботу в 11.00 сюда в церковь, 13 февраля, школа Евангелист. Месяц февраля в нашем церкви назван месяцем веры. И я хотел бы, чтобы мы открыли с вами 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. Мы прочитаем Слово Божие. 1 Тимофея, 1.19. Написаны такие слова. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Тема моей проповеди сегодня я назвал так. Как избежать кораблекрушения в вере? Важно, знаете, не только получить веру от Бога. Важно сохранить ее до самого конца. Апостол Павел говорит, я веру сохранил. Вера – это ценный дар от Бога, который позволяет нам познавать Бога, познавать Его волю, понимать, куда двигаться. Вера позволяет нам исполнить Его призвание. Вера позволяет нам делиться Евангелем, делиться благовестью с другими людьми, которые вокруг нас. И то, что мы говорили сегодня на посвящении детей, знаете, искренняя вера, она передается. Она заразна в добром смысле этого слова. И сегодня мы посмотрим, знаете, как избежать кораблекрушения в вере. И первый пункт моей проповеди звучит так. Берегись айсбергов. Берегись айсбергов. Что может, скажем так, опрокинуть корабль? Что может потопить корабль? Когда он своей обшивкой врезается в айсберги, врезается в какие-то рифы, врезается в какие-то посторонние предметы. Знаете, если перевести это на нашу духовную жизнь, с чем это можно сравнить? Берегись айсбергов. Это можно сравнить в духовной жизни. Берегись греха. Айсберг, он имеет видимую часть, то, что над водой, и, как правило, большая его часть невидимая. Знаете, в нашей жизни христианской нам важно беречься греха, нам важно бороться и с явными грехами, и с тайными грехами, может, о которых никто не знает, может быть, их люди не видят, но, знаете, братья и сестры, Бог, Он все знает и все видит. Поэтому нам важно бороться с грехом. Когда я думал об этом, я вспомнил историю об одном из наибольших, наверное, кораблекрушений в вере. Это один из учеников Иисуса Христа Иуда, который был в команде Иисуса, который мог бы войти в историю как хороший ученик, как один из последователей за Иисусом Христом, и я думал, он мог бы написать какие-то послания. Но, знаете, он пережил кораблекрушение в вере по причине греха. Мы знаем, что когда была последняя вечеря Иисуса Христа с учениками, Он умывал ноги ученикам, и Он говорит, что один из вас нечистый. И потом, когда была общая вечеря, Он говорит, один из возлежавших со Мною предаст Меня. В то время, как вечеря, она проходила, они не сидели за столами, как мы сегодня сидим. На то время в Израиле немножко была другая практика. Столы были такие невысокие, и ученики возлежали. То есть они так были полулежа, опираясь на левый локоть вокруг стола, а правой рукой они могли брать пищу. И когда все ученики Иисуса возлежали вокруг стола, Иисус сказал, один из вас предаст Меня. И Петр, который возлежал, может быть, с другой стороны стола, он дал знак Иоанну, который лежал у груди Иисуса Христа, который был любимым учеником Иисуса, дал знак «узнай, кто это». Иоанн лежал как бы с правой стороны от Иисуса, получается, его голова была у груди Иисуса Христа. Иисус сказал Иоанну, тот, кому я обмакнув, в синодальном переводе написано «кусок хлеба и подам», тот и предаст Меня. Хоть в оригинале там не написано, что это было хлеб, просто написано «кусок обмакну и подам». И вот как Иоанн лежал с правой стороны около Иисуса Христа, у груди Иисуса Христа, так Иисус лежал у груди Иуды. Иуда лежал рядом с Иисусом Христом. Поэтому Христос обмакнул кусок определенной еды и подал Иуде. И знаете, Библия концентрирует нас на том, что написано, что когда Иуда принял этот кусок еды от Иисуса Христа, написано «вошел в него Сатана», Иуда поднялся, куда-то резко ушел, и Христос, он понимал, что будет дальше, он сказал «что делаешь, делай быстрее». Ученики не поняли, что произошло. И Библия говорит о том, что они подумали, что он пошел дать что-то нищим или купить какой-то еды еще на праздник, так как у него был ящик с пожертвованиями. И знаете, я всегда думал, почему принявший какой-то определенный кусок еды, написано «сатана вошел в Иуду». В чем здесь как бы причина? Знаете, когда я размышлял об этом, искал, то на Дальнем Востоке есть такая традиция, когда какой-то хозяин дома приглашал близкого друга, уважаемого человека. И чтобы оказать ему уважение, дружбу, почтение, он садил его в первую очередь за стол, он ел вместе с этим человеком. И второе, он брал, как правило, это был кусок мяса, самый хороший кусок мяса, он брал его рукой, обмакивал в какой-то там соус и подавал своему гостю в знак дружбы, в знак уважения, в знак принятия. И вот знаете, такой жест Иисус Христос сделал для Иуды. Видно, этот жест Иисус Христос сделал не первый раз. Показывай, Иуда, ты для меня дорог, я люблю тебя, я хочу помочь тебе выпутаться из той проблемы, в которую ты запутался. Знаете, когда я думал об этом, я получил для себя откровение. Знаете, если я не позволю Иисусу Христу глубоко проникнуть в мое сердце, рано или поздно туда проникнет дьявол. Библия говорит, не давайте место дьяволу. Знаете, если мы принимаем дружбу Иисуса Христа, если мы, скажем так, принимаем жертву Иисуса Христа поверхностно, как делал это Иуда, он принимал поверхностно, но он так и никогда не позволил Иисусу Христу завладеть всем его сердцем. И знаете, рано или поздно этим сердцем завладел дьявол. Поэтому я хотел бы сказать сегодня, может быть в твоей жизни есть какой-то явный грех, а может быть тайный грех, о котором никто не знает. Борись с ним. Иисус Христос сделал все необходимое на кресте, чтобы простить наши грехи и даровать нам победу и даровать нам свободу. Поэтому первый пункт моей проповеди звучит так. Берегись айсбергов. Второе, что может разрушить нашу веру, где мы можем потерпеть кораблекрушение в вере. Второй пункт звучит так. Не сядь на мель. Не сядь на мель. Знаете, чего еще боятся корабли? Это сесть на мель. Когда корабль садится на мель, дальше он волнами, он может быть просто разбит, разрушен. И это также может быть проблемой. Если это, скажем так, спроектировать на нашу духовную жизнь, что это означает сесть на мель? Это означает потерять близость с Богом, потерять общение с Богом в тайной комнате. Знаете, когда наши отношения с Богом, они теряются или мы вообще их не имеем, мы духовно садимся на мель. Если мы при этом служим Богу, нам нужно отдавать, нам нечего дать, мы опустошены, это могут быть проблемы. Знаете, недавно на домашней группе я задал вопрос для команды, я говорил о том, что, а какое обновление, какое наибольшее обновление сегодня мы нуждаемся? Знаете, ни один человек, такая, скажем так, большая половина людей, она сказала о том, что мы нуждаемся сегодня в обновлении в отношениях с Богом. Мы нуждаемся в том, чтобы переживать Бога в тайной комнате, мы нуждаемся в том, чтобы получать откровения. Знаете, когда мы об этом дальше искренне говорили, мы пришли к тому, что когда, возможно, в наших тайных комнатах мы даже приходим и молимся, но, может быть, мы не получаем откровений, может быть, такая, знаете, сухость в тайной комнате, и мы начинаем думать, знаете, дьявол начинает обманывать нас, и мы начинаем думать, Бог против меня, Бог меня забыл, я, наверное, какой-то отпетый грешник. Мы начинаем заниматься таким глубоким самокопанием, выискивая у себя какие-то недостатки, и чем дальше, знаете, бывают моменты, когда вообще ты как бы начинаешь избегать тайной комнаты общения с Богом, такая твердыня может появляться в нашей жизни. Знаете, когда я об этом думал, я вспомнил историю об Марфе и Марии. Когда Иисус Христос любил этих сестер, Лазаря, их брата, он приходил в их дом, он часто был в их доме. И вот Библия описывает нам одну из таких историй. Иисус пришел в дом Марфы и Марии, написано, они с радостью его приняли и Мария, и Марфа. И Марфа, она заняла позицию на кухне, она готовила угощение. Мария же заняла позицию у ног Иисуса Христа, и Библия говорит, с таким, скажем, благовением слушала его слов. И знаете, всегда я думал, что Марфа – это прообраз такой суетливой жизни. Действительно, когда мы суетимся много, это уводит нас из взаимоотношений с Богом, из наших тайных комнат. Но когда я думал об этом, Бог показал эту историю еще с одной стороны. Знаете, каким прообразом является Марфа? Она является прообразом того, что мы, бывает, когда верим в эту дьявольскую ложь, что мы не такие, нам не принадлежит общение с Богом, что Бог нас как бы отверг, забыл и так далее и тому подобное, мы начинаем искать принятие Иисуса Христа, Его расположение через определенные дела, возможно, даже через служение Богу. Знаете, но принятие, расположение не в делах для Иисуса Христа, а в самом Иисусе Христе. Знаете, Бог принял нас в самом Иисусе Христе, Иисус Христос принимает нас, Мария поняла этот урок, она искала принятие у самого Иисуса Христа. Марфа искала принятие через дела. Знаете, просто одни дела для Иисуса Христа – это важно, но без общения с Богом, без близости с Богом, просто дела, они нас истощают, они нас, скажем так, выматывают, нам важно иметь близость и насыщение с Иисусом Христом. Я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, Бог ожидает каждого из нас в нашей тайной комнате. Может быть, ты там переживаешь сухость, может быть, там нет у тебя супероткровений, но Иисус ожидает тебя там каждый день. Он хочет наполнять тебя своим присутствием, Он хочет открывать тебе свое слово. Не избегай взаимоотношений с Иисусом Христом. Поэтому не сядь на мель. И последнее, третье, о чем мы говорим, и мы будем иметь молитву, звучит так. Следи за центром тяжести. Следи за центром тяжести. Одна из причин также, почему корабль может потерпеть кораблекрушение, это когда у него сдвигается центр тяжести. Для того, чтобы корабль мог, скажем так, беспрепятственно преодолевать бурю, шторм, внутри корабля рассчитывается центр тяжести. Я думаю, может быть, вы видели или сами переживали такое, летом на море, на катамаране, если все станут на одну часть его, он может перевернуться. И поэтому важно, когда там сидят все, и кто-то встает, важно, чтобы сохранялся баланс, центр тяжести. Что такое центр тяжести для нашей духовной жизни? Это наши правильные ценности. Если мы зададим себе вопрос, а какая наибольшая правильная ценность в нашей жизни? Знаете, это когда мы любим Бога и служим Ему. Бог и служение Ему – это ценность номер один для каждого христианина. Когда дьявол искушал Иисуса, Иисус отвечал ему, написано, он говорит, Богу одному поклоняйся и Ему одному. Что? Служи. Ему одному служи. И знаете, когда я думал об этом, я вспомнил историю, как два ученика, которые были верными, которые были искренними, которые ходили за Иисусом Христом, любили Его, но когда Иисус был распят, они пережили такой шторм, такую бурю, определенное разочарование. Написано, и они уходили из Иерусалима в Эмаус. То селение, наверное, с которого они были родом, это в районе 10 километров, они шли, они были разбиты, разочарованы, они размышляли о тех событиях, что они ждали Мессию, они ждали, что Иисус Христос изменит их жизнь, их положение в Израиле. И тут вдруг Он распят, вдруг Он мертвый. Они даже слышали от некоторых женщин, что Он воскрес. Они приходили туда, но, Библия говорит, не нашли Его там и разочарованы возвращались в Эмаус. И знаете, Библия говорит, Иисус Христос написано, произошел к ним и шел вместе с ними. И мне нравится, Библия говорит о том, что глаза их были удержаны, они не узнали Его. Бывает так в нашей жизни, когда мы попадаем в шторм, когда мы попадаем в какую-то бурю, знаете, мы можем не видеть Иисуса, нам кажется, Иисуса нет рядом с нами, но Он в это время был с этими людьми. И когда Он шел вместе с ними по дороге, Он разговаривал с ними. И уже когда пришли они в это селение свое, Он сделал вид, что хочет идти дальше, как бы продолжить свое путешествие дальше. А они, написано, удержали Его, сказали, останься уже поздно, ночь, куда ты будешь идти, останься с нами. Когда Иисус Христос был в их доме, написано, Он преломлял хлеб, Он делился с ними едой, и Библия говорит, они узнали Его, открылись у них глаза, и в то время Он стал для них невидимым. Знаете, бывают такие моменты. Я получил для себя очень важное, простое откровение. Иисус всегда рядом с теми, у кого правильные ценности. Что определяло этих двух учеников из Эмауса? Да, они были разочарованы, да, они были разбиты, да, они попали в шторм, в бурю, но в своей жизни они сохранили правильные ценности. И Иисус Христос был с ними. Братья и сестры, знаете, не так важна буря, не так важен размер бури в нашей жизни. Важно сохранить правильные ценности, чтобы этот центр тяжести не сместился, чтобы он не сдвинулся из нашей жизни. И Христос именно таких людей обязательно поддержит, обязательно благозвит. Даже если эти люди пойдут неправильной дорогой, он развернет их, он явится им. Когда он явился ученикам этим, написано, он стал для них невидимым, но вера их обновилась, и они вернулись обратно из Эмауса в Иерусалим. Давайте мы сейчас поднимемся, группа прославления может пройти на сцену. Я хотел бы привести один пример, который недавно коснулся моего сердца, который показывает, насколько важны вот эти правильные ценности в нашей жизни. Две недели назад мне довелось быть на одних похоронах. Я в своей жизни был не раз на похоронах и родных, близких, и других людей, будучи ритуальным пастором. Вы знаете, этот похорон особенно как бы запечатлелся в моем сердце. Наша одна семья из церкви, Максим Леонов, Наташа Леоновна, они хоронили свою дочку, которая прожила на этой земле всего 17 дней. В маленький гробик лежит такая маленькая, знаете, куколка. И знаете, когда они забеременели, врачи им сказали, у вашего ребенка очень большие проблемы с сердцем. Мы советуем вам сделать аборт и избавиться от этого ребенка. Знаете, они сказали, нет, мы этого делать не будем, мы верующие люди, мы не будем делать грех, мы не будем делать аборт, мы будем рожать. Какой ребенок будет, такой и будет. И они отказались делать аборт, они, скажем так, рожали этого ребенка. Когда Наташа родила, этого ребенка сразу забрали в институт Амосово, там делали операцию, боролись за его жизнь. Эта девочка прожила на этой земле 17 дней. И она ушла к Господу в вечность. Знаете, зная и Максима, и Наташу лично, я наблюдал за ними, скажем так, в момент, ну, до рождения ребенка, в момент вот этих вот таких больших переживаний, это был огромный шторм, огромная буря в их жизни, и, возможно, она еще, скажем так, ну, касается их сердца. Знаете, что я увидел? Это люди, которые в этих непростых ситуациях хранили правильный центр тяжести. Они не роптали, они не высказывали никакую обиду на Бога, они продолжали служить и продолжают и служить и по сегодняшний день. Я не знаю, как им, мне тяжело сказать, но, знаете, со стороны я вижу Иисус Христос с ними в этой ситуации. Он поддерживает их, Он подкрепляется, Он дает им силой пройти, не сломаться. Знаете, какой бы ни был шторм, самое главное, правильный центр тяжести. Правильный центр тяжести. Сегодня перед нами будет заповедь причастия. Будем сейчас поклоняться нашему Богу. Я хотел бы сказать для нас, знаете, братья могут разносить причастие. Хочу сказать, что в заповеди причастия могут принимать участие члены нашей церкви, других церквей, то ни на замечания, ни на исключения, то в мире с Богом. Если вы еще не принимали водное крещение, или вы находитесь на церковном взыскании, вы просто передайте поднос с чашей дальше, а члены церкви смогут нашей и других церквей принимать участие в причастии. Знаете, мы берем стаканчик, мы берем хлебец, но мы еще не принимаем, примем после общей молитвы. Если можно, мы можем петь песню сейчас о жертве Иисуса Христа. И знаете, я хотел бы сказать, Иоанна 3,16 написаны такие слова. Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Его не погиб, но имел жизнь вечную». Я хочу сказать для нас сегодня, знаете, Иисус Христос сделал все, чтобы верующий в Него не погиб, чтобы мы не потерпели кораблекрушение веры. Он заплатил за наши грехи. Если мы сегодня искренне боремся за грехом, Бог даст нам прощение, даст нам победу, даст нам свободу. Иисус заплатил за это на кресте. Иисус заплатил на кресте, чтобы мы имели близость с Ним, чтобы мы могли приходить в Его присутствие, иметь общение с Ним. Он хочет принимать нас в наших тайных комнатах, открываться нам. Иисус заплатил, чтобы быть главной ценностью нашей жизни. Он заплатил за это на кресте. И сегодня принимай заповедь причастия. Прими то обновление, в чем нуждаешься именно ты. Прими от Иисуса Христа обновление в святости, обновление в близости, обновление в правильных ценностях. Поклонимся нашему Богу. Не забуду никогда, какова Твоя цена, кровь Иисуса, кровь Христа, святая кровь Христа. Иисус, за кровь Твою я Тебя благодарю. Что пролил Ты на кресте, Ты был мучен и страдал, жизнь свою за нас отдал. Чтобы я искуплен стал, знаю, что нетленным золотом и серебром я был искуплен от греха. Знаю я, знаю я, что нет цены Иисус Твоей крови, святой Твоей крови. Ранами твоими исцелен, милостью прошел, благотатью я спасел. Не забуду никогда, не забуду никогда, какова Твоя цена, кровь Иисуса, кровь Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, Господь Иисус, и благословляем этот хлеб, как тело Твое, и эту чашу, как кровь Твою святую. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты дал нам право не только иметь веру в Тебя, но и сохранить ее. Благослови сегодня, чтобы мы могли принять очищение, принять освящение сегодня, принять право на близость. Господь, пускай наши ценности сегодня, Господь Иисус, обновятся. Благослови во имя Иисуса Христа. Кровь Иста, взял хлеб, преломил, можем принимать, братья и сестры, причастие. Спасибо Тебе, наш Бог. Благословляем Твоего Святого Иисуса Христа. Кровь Иста, взятая кровь, кровь Иста. Господь, сегодня моя молитва за каждого человека, кто борется с грехом. Может быть, кому-то грех сделал выповеду в его корабле веры. Господь, дай силы покаяться. Дай силы, Господь, противостоять греху. Дай победу и свободу во имя Иисуса. Благослови тех, кто переживает сухость в своей тайной комнате. Обнови, Господь Иисус. Дай просто поверить, что Ты принимаешь нас такими, как мы есть. Пускай это время обновится. Пускай придут новые откровения. Пускай придет близость, Господь. Пускай, Господь Иисус, благодать Твоя вольется, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, каждого, кто переживает сегодня бурю, кто переживает сегодня какой-то шторм в своей жизни. Позволь сохранить эту правильную ценность. Может быть, у кого-то они пошатнулись, Господь. Верни их, Бог, во имя Иисуса Христа. Поддержи каждого. Благослови, откройся. Может быть, тот разбился с пути, направлен на правильную дорогу. Благословляем во имя Иисуса Христа и просим. Пускай вера в Тебя обновится в сердце каждого из нас. Проте, сестры, знаете, я верю, Бог ложит на сердце помолиться еще одной короткой молитвой. Возможно, сейчас в этой молитве Бог покажет каких-то людей из нашей церкви, кто когда-то был членом церкви, но потерпел по каким-то причинам кораблекрушения в вере. Может быть, Господь покажет вам таких людей. Давайте на этой неделе позвоним их к ним, зайдем к ним, побеседуем к ним, скажем, что Господь ожидает их, Он хочет восстановить их жизнь, Он хочет восстановить их веру, их следование за Ним. Боже, мы молимся и просим во имя Иисуса Христа, покажи нам тех людей, кто потерпел в свое время кораблекрушения в вере, кто сегодня, может быть, остался за бортом, но, Господь, Ты хочешь протянуть этим людям руку общения, руку взаимоотношений, Ты хочешь дать им прощение, Господь. Покажи нам этих людей, дай нам, Господь, правильные слова, коснись их сердца, пускай их вера будет восстановлена. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы также молимся за эти нужды, Господь, мы потрясаем им и мерят Тобою. Дай, Господь, выход, дай благословение. Мы веруем, Ты всемогущий Бог, и для Тебя нет ничего невозможного. Господь, Ты сказал, что Ты сильный восполнить нужды наши по богатству, славе Иисусом Христом. Восполни всякую нужду, благослови и даруй ответ. И за все Тебя мы воздаем честь, хвалу и славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наша еще одна молитва. Я хотел бы помолиться с людьми, если вы еще не кались никогда перед Богом, вы сегодня в первый раз на этом служении, а может быть, вы были, шли за Богом, но отошли от Него, впали в грех, и вы хотите сегодня покаяться, восстановить свои отношения с Иисусом. Если есть такие люди на этом месте, можно видеть вашу руку. Я не буду вызывать вас вперед, я вижу вас, спасибо. Мы помолимся на гнездах. И знаю, знаю, Иисус простит сегодня наши грехи. Он обновит нашу жизнь. Если вы нуждаетесь в этой молитве, давайте мы вместе помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, такой, как я есть. Я каюсь в моих грехах. Прости меня. Очисти. Войди в мое сердце. Будь моим Богом. А мне позволь быть твоим детям. Я молился во имя Отца, и молилась во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аплодисменты для вас. Мы вас поздравляем с этим решением. И я хочу сказать, что если вы молились этой молитвой сегодня в первый раз, пойдите, пожалуйста, после этого служения. Здесь впереди наши служители. Мы будем ждать вас. Мы хотим с вами познакомиться, вручить вам подарок от нашей церкви. Помолиться за ваши нужды. Пусть Господь благословит. Давайте еще раз Иисусу Христу воздадим славу. Аплодисменты. Аплодисменты.